В ангарском отделе ЗАГСа сегодня 11 торжественных регистраций. Пока молодожёны расписываются в журнале гражданского состояния, специалисты заполняют документы и ставят штампы в паспорта. Отметка о браке или его расторжении традиционно ставится на 14-й странице. По словам сотрудников, за несколько дней существования нового порядка ни одна пара не отказалась от штампа. Согласно новым изменениям, положение о паспорте обязательными являются печати о регистрации гражданина и воинской обязанности. А вот отметки о наличии детей до 14 лет, штамп о браке или разводе и информация о предыдущем документе ставятся по желанию гражданина. Если человек не хочет, чтобы эти данные были проставлены, то он об этом заявляет, и, соответственно, эти печати мы не проставляем. По расторжению брака очень много было вопросов. Просили многие и не ставили. То есть вроде бы как развёлся, поменял фамилию, или развелась, поменял фамилию, ну и вроде бы начала жить с чистого листа, что не хочу, чтобы у меня в паспорте это стояло. Возникали такие вопросы. Если ранее отсутствие штампа в паспорте говорило о свободе человека, то теперь это совершенно не обязательно. Здесь под удар ставятся и мужчины, и женщины. Если мужчина скрывает или женщина своё семейное положение, это может быть чревато впоследствиями. У вас стоит в паспорте такая регистрация? Да, стоит. Если бы у вас было, возможно, сейчас изменить выборы? Ничего бы не менял, так и надёжнее, как говорится, никому доказывать не надо. Я против, чтобы не ставили. Нужно ставить обязательно. Почему против? Ну, порядок такой, должно быть поставлен обязательно, печать, как и ребёнок должен вписан быть. Ещё одно новшество – это сроки замены паспорта для граждан в возрасте 20 и 45 лет. С 30 дней они продлены до 90 суток. Специалисты миграционной службы признаются, что новые правила могут вызвать волну негодования у жителей. Однако право вносить или менять сведения в своём самом главном документе – это волеизъявление каждого здравомыслящего человека. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.